Демоническая женщина отличается от женщины обыкновенной, прежде всего манерой одеваться. Она носит черный бархатный подрясник, цепочку на лбу, браслет на ноге, кольцо с дыркой для отца нестого калия, которые непременно пришлют в следующий вторник. Стилет за воротником, четкий на локте и портрет Оскара Уальда на левой подвязке. Носит она также обыкновенные предметы дамского туалета, только на одном месте, где им быть полагается. Так, например, пояс демоническая женщина позволит себя надеть только на голову, свербу на лоб или на шею, кольцо на большой палец, часы на лоб. У нее подняты брови трагическими запятыми и полуопущенные глаза. Общественное положение. Демоническая женщина может занимать самое разнообразное, но большей частью она актриса. Иногда просто разведенная жена, но всегда, всегда у нее есть какая-то тайна, какой-то не то надрыв, не то разрыв, о котором никто не знает и не должен знать. К чему? К кавалеру, провожающему ее с балом, ведущему тонную беседу об эстетической эротике с точки зрения эротического эстета. Она вдруг говорит, сдрагивая всеми перьями на шляпе, едем в церковь, дорогой мой, едем в церковь, я хочу молиться и рыдать, пока еще не взошла зарядка. Церковь ночью заперта, в любезных коварях предлагает рыдать прямо на памяти. Но она уже угасла. Она знает, что она проклята, что спасения нет и трагически исполняет в голову уткнув в нос пиховой шарф. К чему? Дневмоническая женщина всегда чувствует стремление к литературе. И часто в тайне пишут новеллы и стихотворения в прозе. Она никому не читает их. К чему? Но скользко говорить, что один известный критик, Александр Алексеевич, овладев с опасностью для жизни ее рукописью, прочел и потом рыдал, Последняя, впрочем, ненаверная, а два писателя пророчит ей огромное будущее, если только она согласится публиковать свои произведения. Но ведь публика никогда не сможет понять их, и она не покажет их торпе. Почему? За столом, уставленным вкусными штуками, она опускает глаза, великом и неодолимой силой к завивному морозенку. Марья Николаевна, скажет хозяйка ее соседка, простая, недемоническая женщина, с серьгами в ушах, с браслетом на руке, ни на каком-нибудь ценном месте. Будьте добры, вина, демоническая, широко раскроет глаза и заговорит истерически. Вина, вина, да, да, дайте мне вина, я буду пить, я хочу пить. Я вчера пила, я третьего дня пила, и завтра, и завтра я буду пить. Ну, собственно говоря, чего-то такого, что дама три дня подряд понемногу выпилает. Но демоническая женщина так поставит дело, что у всех волосы на голове зашевелятся. И я, какая загадочная, и завтра, говорит, пить буду. Он начнет закусывать, простая женщина, скажет. Марья Николаевна, будьте добры, пожалуйста, кусочек селедки. Люблю лук. Это что, лук? Демоническое? Закройте глаза рукой. И они в пространство завопит. Это что, селедка? Да, да, да. Дайте мне селедки. Я хочу, я селедку. Я хочу, я хочу. Это что, лук? Да, да. Дайте мне луку. Дайте мне много всего, всего. Селедки. Луку я хочу есть. Я хочу. Вошлость. Смотрите, все. Я ем селедку. Собственно говоря, чего-то такого. Просто разыгрался аппетит и потянула на солененькое. А какой эффект? Вы слышали? Вы слышали? Не надо оставлять ее сегодня ночью одной, а то она, наверное, застрянется этим своим царистым камер, который ей принесет. Следующий, кто? Бывают неприятные и некрасивые моменты в жизни, когда обыкновенная женщина, тупо уперев глаза в этажерку, у меня в руках носовой плотунок и говорит дрожащими губами. Мне, собственно говоря, ненадолго, всего только 25 рублей. Я думаю, на следующей неделе или в январе я смогу. Демоническое? Я же грудью на скот и посмотрит вам прямо в душу загадочными полузакрытыми глазами. Отчего я смотрю на вас, я вам скажу, слушайте меня, смотрите на меня. Я хочу, вы слышите, я хочу, чтобы вы дали мне сейчас же, вы слышите, сейчас же, 25 рублей. Я этого хочу, чтобы именно вы, именно мне, именно 25 рублей. Я этого хочу, я, я тварь. Теперь идите, идите, не оборачивайтесь, скорее, скорее. Ха-ха-ха. Истерический смех должен потрясать все и существо. Даже оба существа, ее и его. Скорее, 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 не оборачиваясь, уходите навсегда. На всю жизнь. На всю жизнь. И он потрясается всем своим существом. И даже не сообразит, что она просто перехватила у него четверную без задачи. Знаете, она сегодня была такая странная, загадочная. Сказала, чтобы я не оборачивалась. Да, здесь чувствуется тайна. Может быть, она полюбила меня. Айна. 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 Продолжение следует...